Для Олега Чесанова, 15-летнего подростка, летние каникулы, времени для отдыха. Мальчик уже второй год подрабатывает в санатории Октябрьской ущелье. В основном мы ходим по территории, подметаем, следим за чистотой. По средам ездим на прачку, собираем белье грязное и уезжаем в Вилшанку, привозим оттуда чистые. На территории трудится более десятка подростков. По словам сотрудников санатория, работы хватает всем. Но их они все-таки стараются не перегружать, ведь они еще дети. Горожан много приходит к нам сюда, много мусорит. Люди у нас сейчас, сами понимаете, как за собой упирать не любят. Детишек мы используем на таких работах по наведению порядка на территории санатория. Территория у нас очень большая, 6 гектаров, поэтому работы им хватает. Более 50 детей ежегодно работают в санатории Октябрьской ущелье. А на сегодняшний день количество желающих трудоустроиться на время летних каникул в различные учреждения Саратова превышает 2 тысячи. Такое рвение и оплачивается достаточно высоко. В среднем работодатель готов заплатить сотрудникам порядка 6-7 тысяч рублей за месяц. По словам специалистов, количество желающих принять на работу несовершеннолетних сотрудников уменьшается по ряду причин. Прием у детей, во-первых, у нас повышенные требования согласно Трудового кодекса. То есть для ребят необходимо создавать соответствующие условия. Нельзя ребят привлекать на тяжелые работы. Плюс для детей, которые от 14 до 15 лет требуется подготовка документов, то есть согласие родителей. Сегодня сайты саратовских центров занятости пестрят разного рода вакансиями для подростков. Ребята от 14 до 18 лет могут временно устроиться как помощником бухгалтера и паспортиста, так и курьером и разнорабочим. Главное, говорят специалисты, желание и тяга к труду.